Уже отчетливо видно, что толкают события к заморозке, к перемирию. Потому что и украинская помощь в Украине прикручивается, это видно, ее принуждают. И нас прижимают к стенке, вам придется проводить мобилизацию. Этого очень не хочется, что называется, нашим власть придержащим. Совершенно очевидно, хотят заморозки. Понятно, зачем. Я не буду говорить о каких-то разницах, потому что и для Трампа, и для глобалистов, которым он умеренно противостоит, прежде всего интересы США. Это примем за основу. На сегодняшний день интересы США действительно в том, чтобы притормозить процесс и дождаться выборов. А потом дождаться введения избранного президента в должность. Ну не нужны им на это время какие-то встряски. И дальше как будет? Дальше будет, ну совершенно понятно, что Украину напичкают, Украина переформатируется за счет молодняка, который до сих пор не брали. Ты знаешь, я с удивлением обнаружил, с большим удивлением обнаружил, что в Москве оказывается на 10-й год уже, а войны и на второй год войны на существование России. На третий год. Что? На третий год, ты хотел сказать. На 11-й год той войны. Да-да-да, извините, сбился. Сбился. Совершенно верно. Так вот, я с удивлением обнаружил, что ты же знаешь осторожность первого в России лица. Оно никогда в простоте слова не скажет лицо это. Оно юркое. Оно всегда, всегда как бы немножечко в стороне. Оно стремится к безупречной, безупречной путности формулировок и безупречной законности, которая бы, которая нивелирует как бы его личную, его личную роль. Нынешние войска, вот Лев, я могу поделиться с тобой. Очень устали. Я это видел еще в марте в Бахмите. Вот сейчас вернулся в госпитале, был и в госпиталях, но был уже и на Ахмате спецназ, который тоже очень вымотан. Усталость жуткая. В Шептуховке, это коринское направление, там стоят луганчане, это долечивые, их из долечивающих кинули. Тоже, так сказать, вымотанные люди. Нет, они держатся, все, они не сдаются. Но у них нет зимней формы. Мне дали на момент съемки зимней формы. Вот. Они говорят, мы ополчение. Вы понимаете, мы же нерегулярные, мы уже ополчение. Я в госпитале встретил еще одних авиатехников ВВС, которых бросили как пехоту, как не хватает людей. Филолог в засаде, вот Святослав Голиков, пишет, что бросание в бой, как пехоты, дроноводов, пулеметчиков, артиллеристов уже стало обычным явлением. То есть, это острейшая нехватка людей. И в чисто организационные возможности. Даже нынешнюю армию, вот это я смотрел по Курскому направлению, чтобы снабдить теплыми вещами, приходится буквально побираться. То есть, помогают гуманитарные организации. Сама способна, так сказать, нынешняя система провести вот эту мобилизацию, сменить уставших тех мобилизованных, которые воюют третий год. Вот. И не заработать внутренний политический кризис, это, конечно, надо сказать, очень... Макс, Бога ради. Я все это, как ты понимаешь, расклад внутри, я прекрасно знаю. А хитрые повадки заместителей господина Шойгу, который, как мы понимаем, ни о чем не знал, они довели действительно до состояния, когда армия во многом держится на помощи волонтеров. И боюсь, это во многом сильно больше 50%. Но, ты понимаешь, ты сам дал мне пас, нет необходимости говорить, какие части устали, все устали. Но в чем штука? Логистика-то не отработана, понимаешь? Допустим, допустим, сегодня объявят мобилизацию. Допустим, люди с энтузиазмом, не возражая, примут эту мобилизацию. Допустим. Так ее надо было проводить где-то полгода назад, потому что людей надо обучить хотя бы нормально. Надо признать, а мои люди справедливые, что Москва, столкнувшись с обрушением первоначального плана СВО и долго, так сказать, похожая на велосипедиста, который, помнишь, летит со склона, слетел с дороги, ба-ба-ба-ба-ба, все-таки сумма пытается вырубить их, кстати, достаточно интересным ходом. Нет, понятно, что самолюбие национальное от этого страдает, что, так сказать, северокорейские специалисты идут на помощь. Прецедент использования слабеющей империи, соответственно, есть для других контингентов. Ну что ж, тогда мы подождем, а не предпримет ли, как говорится, флагман Запада другой свой шаг, не разместит он для своей контингенты, так сказать, понятно, что не на передовой, но на той части, так сказать, бывшего СССР. Вот для меня это интересно не то слово, неуместно. Вот это меня заботит. А вот это будет зависеть очень много. Макс, я рискую прослыть пустозвон, я могу прослыть пустозвоном, но лично мне кажется, лично мне кажется, что вот, официальный подчеркиваю, если завтра пришлют какие-то части того же иностранного легиона, не важно кого, не официально, типа, их там нету. Это вопрос. Но есть ли французские части, условно, польские части, румынские части, официально окажутся на территории краины, это будет реально красный, а не одно из многочисленных коричневых линий. Об этом не раз говорилось, но мы же с тобой понимаем, что разговоры это чистое бла-бла-бла. Прошу отнестись с пониманием. Это уже серьезная угроза. Ввод войск НАТО официальный на Украину, это официальное вступление НАТО в войну с Россией. И тогда результаты могут быть самые разные. И, кстати говоря, Лев, ввод западных контингентов, которые знают недостаточную решительность Москвы, позволит сделать такой барьер по Днепру, не допустить перехода, оставить вот той части при Черноморской, Новороссии, вплоть до Херсон-Николаев-Одессы и Тирасполь в нашей Руси. И, кроме того, дополнительная функция, возможно, ввода войск НАТО на Украину, натовских контингентов, это как превентивно предотвратить руину гражданскую войну в остатке, так сказать, украинской государственности. То есть здесь они кто-лик нам могут поставить ответный ход сделать, но посмотрим. Действительно очень острая ситуация. Это в перспективе поражение, со всеми неприятными последствиями. В этом я твердейше убежден. В любом случае нам предстоит очень, как говорится, очень крутая зима, с такими немислями пироэтами и поворотами, то есть триллер настоящий. Будем следить за событиями, будем осмыслить. Попри все, мы, шановні глядачі, вистояли и обовязково переможемо. Бо разом мы сила. Підпишіться на канал, ставьте вподобайку, пишите свой коментар, та поширюйте цю информацию.